Как бы, ну, индивидуальные занятия ОКД с Мелкой, поэтому мы очень много помним, узнаем, как это делается. Возможно, ну, начнем подготавливать его к этому сами, а потом уже в клуб пойдем. У Мел щенков не будет, у нее она будет стилизоваться. Кастанай уже привет передал? Кого? Кастанай. Кастанай. Это в Башкирии город есть такой, Кастанай, я знаю. Я даже когда-то, наверное, говорила... Ну, Башкирии привет. Батута поет, да. Особенно, когда начинаем... Антон написал, ладно. Катя пусть станет зеленой стрелой и будет защищать этот город от тех, кто его подвел. Да-да-да. Как долго вы гуливаем Мел? А, как пойдет. Бывало, что мы... Час, когда два, когда... Когда весь день. Когда ухо... Бывало, что уходили в 9 утра, приходили в 5 вечера. Это было на Кратово? Да. Были времена, когда мы уходили... У нас рядом есть небольшой... Ну, как небольшая... Большая лесопарковая зона, называется она Кратово. И вот туда мы уходили. И уходили где-то... По навигаторам мы проходили около 30 километров. Собаки, конечно, мучились. Потому что были еще щенками, это было им погоду. Батута, иди сюда, иди сюда, иди к нам. Прививка, да. Следующий вторник, который будет. Мы живем пока в квартире, да. О, Польша, привет. Польша, привет. Весит батута 9,5. А у такой красотки, к сожалению, есть такая вещь, как проблема с генетикой. У нее аллергии психологические... Пищевые. Пищевые, да, аллергии пищевые. И у нее... Она боязливая. Она боится незнакомых людей. А это как бы не свойственно породе Хаски. Потому что, судя по всему, ее не очень хорошо обращались в питомники. Так, раз фокус потеряли, фокус мы нашли. Батут шкодничий, да. Одессе, привет. У меня вопрос, куда мы ходим летом гулять. Нет, я его не видел. Ну, вон там сейчас зима, хорошо бегать по снежку. А вот вверх, куда гулять ходите? Гулять, гуляем, да везде. Стараемся еще в поля выезжать очень часто. Сейчас, секунду. А где фокус? Фокус потерялся. Ну-ка. Моя рожа. Батута! Сидеть, сидеть, сидеть. И мы сидим. Кто говорил, что мы маленькие, глупенькие? Батут. Держи. Эти. На холодильнике в данный момент находятся туалетная бумага, витаминки, кальций, печеньки. Мои печеньки. Наши, да. И вкусняшки. Батута. Ай, полруки. Не намечается стрим о встрече всего семейства семищенков. Ой, это маловероятно, потому что они по всей стране. Я думаю, как-нибудь с Бэр Селлен, я думаю, мы, в принципе, сможем. С Бэр Роуз. С Бэр Ри. А она будет Бэр Роуз. Все. Не хочу, это Селлен. Бэр Роуз, Бэр Роуз. Бэр Роуз наш, вот, Батут знает команду Голос. Нет, и мы ее учить этой команды как бы не собирались. Дачные участки. Земля есть. Но пока она не сильно обустроена. Привет из Рокиса. Господи, это давно было. Я уже передал. Шварцвальда. Это город был. Если что, я не мотивилась. Батута ласковый, да. Целоваться, обниматься любит. Давай, Ватички. В каком возрасте вы взяли e-mail? Ну. Так, забавный. Да? Икота, это достаточно частое явление. Просто бывает, заглатывает лозу, заглатывает еду, и поэтому икота не переживает. И это никакие не проблемы. Обернись на Мел. Ну, она только что улыбалась. Вот опять. Откуда узнали Мел аллергия? А, это как бы, знаете, когда... Пропая ошибка. Да, методом проб. Когда поняли, что у нее аллергия на курицу, то вот это стало проблемой. Мы его кормим три. Где именно ошейник? А где именно ошейник? Был где-то... Где? Где Хантер? Катя? Ошейник. Ошейник. Ой, подо мной. Именно ошейник. Ты можешь у Мелкин принести? Принеси. Ну, поводок прикидешь. А, не надо. Ну, это зачем? Ну, так, меняемся. Да, поводок-то зачем? Господи, да и ошейник просто. Ну, Господи. Мелки у нас абсолютно точно такой же фирмы. Ну, дальше не надо, не переворачивай там телефоны. Сантиметр. Нет, больше. Полутора. Сантиметр. Это полутора сантиметра. Все, ладно. Все, там жарко, какаски переносит жару. Жи бывают, да там 35-40, ну как, гулять рано утром, поздно вечером. Батуты ездят так же быстро? Да. И тебя, чмок. Ребенок кикает. Ребенок. Сергей, получается, что заводчики испортили Мел. Боюсь, что да, помпон оберег, вот, да, он у нас в самом видном месте. Потому что, понимаете, когда собака начинает бояться после выхода с территории питомника небольших строений, таких как палатки, остановки, мусорки, это значит, что она боится их, не просто так, потому что она в первый раз увидела, а она боится именно эти здания. Потому что, судя по всему, когда она к ним подходила, ее дубасили и именно дубасили. Представьте, щенка в три месяца начали избивать за то, что он там подошел к сараю, в котором там что-то лежало. Он, конечно, будет бояться, а к мусорке, за то, что он первый раз полез туда. Поэтому, ну, как мы поняли, после того, как мы забрали оттуда Мелку, больше пометов там не было. Не, был. Один? Я недавно смотрела, ну, знаешь, давай не будем об этом. Ну, да, не будем. А если бы не генетик, вы бы хотели? А мы вообще хотим этим заняться, но это в будущем. И если бы была бы очень хорошая, как бы, предрасположенность к племенному разведению, то да. Просто так, для здоровья мы бы не разводили щенков. А тут, посмотри, все так же быстро есть? Да, так же, так же. Ребята, спасибо. Пожалуйста, вы во сколько забрали Мелку? Мы Мелку забрали в 3,5 месяца. С мягкими игрушками. Да нет, не играем. Мягких игрушек проблема в том, что они внутри начинают вынимать. А я просто покажу, что у нас стало с этим. Да, лежак. Вот мягкая игрушка, они вынимают. Да, вот этот. Это проблема. А потом мы начинаем блевать, мы начинаем какаться. И это нехорошо. Мы ее постоянно целуем не только в носик, но и в разные другие места. Поэтому, да, честно, ужасно. Очень. Хотя многие, когда видели, как вот справляется с собакой, которая боится просто всего, для нее, когда шли три человека вместе, то это все была астерика. Просто на всю длину поводка в 3-4 метра она пыталась убежать. Не представляете, что именно он? Именно он это кто? Батута или что? Не понял просто. Новые игрушки есть? Да, пока нету. Пока не пришли. Купили, но этот. В подарок у меня родители взяли. Но пока просто не дошли. Там какие-то новые игрушки. Да, раздирает только так. Мэл, нет, не ревнует, потому что так же иерархию мы соблюдаем. Да даже больше. Каждая клеточка из салона. Мэлку, да. Но сейчас все намного лучше, чем раньше. Ой, мог закрыть. Батута не скучал, не плакал после отъезда из маминого гнездка. Да нет, когда я мог скучать? Смотрите, он в миску пытается залезть, хотя знает, что туда лучше не лезть. Даже больше не заводчики, а разведенцы. Это такая ситуация, что главное бы развести, чтобы денег съесть. Поэтому, ну, это отдельная история. Я уже говорил, что если и кто желает как бы встретиться с батутом, это можно осуществить, когда у него... Мы выйдем на улицу. Котика все жуют. Даже я. И котик жует всех. На самом деле, особенно меня по утрам. Да он всех. Зато меня Мэл жует по утрам. Пальцы мои на ногах. А кот вообще, да, вон он лежит, гордый, хотел сказать, скотина, существо. Пузончик, да. Да сядь ты просто за стол, почитай. Да не, я хочу на полу. Может, или просто поотвечай в чат. Может, поотвечаешь в чат? Да мы, я же читаю, я это. Да пока мы в трансляцию дойдет, она не там вообще... Так какая разница, что... Сейчас Мэл 2 и 8 почти, да. Ой, да что мы только не хотим сделать, как у Алешкиных. И трансляцию, когда с щенками начнем заниматься, 24 часа на 7 пока не раздадим. Мы много чего хотим сделать, как Алешкины. Ну, а еще хотим к ним приехать. Валерия Волгина пишет, большой теплый привет вам из Владимира и Орехова Зоя. Мы с вами соседи, Сергей и Катерина, вам молодцы. Большое вам человеческое спасибо, подарили столько позитива сегодня и опять вернули на сказку. Пожалуйста. Мы рады, мы рады, что вы рады. Мэлки 2 и 8, коту предположительно 5 с половиной, 5 лет. Уже забыли сколько ему, но кот и кот. Батута можно встретить в Подмосковье, в славный город Жуковский. Ладно, подождем. Ха, компенсируйте хвостами, а детки когда? А детки еще не скоро. Давайте не будем моличным, мы все-таки собаку собрались. Да. 20 секунд на случай разрывов. Приезжайте срочно, черт. Жанна пишет, говорит, приезжайте срочно. Ой, да бы мы прям сейчас бы выехали. Спасибо вам большое за такой теплый, за такие теплые слова, Елена. Темные пятнышко на хвостике. Ну-ка, пошли, пошли, смотри. Ну, стой, ну, подержи. Встань попой, конфетка. У Мелки тоже есть. Вот она. Мел не скучно, она просто отдыхает. Она барышня гордая. Не, мы просто сегодня были на собачьей площадке вместе с Мелом и ездили. И там было помимо нее еще три хаски. Сейчас, секунду, буквально пишут люди. На Авершоу приедем, к вам в гости заглянем. Привет из Питера. Пожалуйста, будем встречать. В этом году в июле Макс будет. Ну вот. А водку хаски нам лавит через собаку, если нам болит. Не знаем, не знаем. Когда батуты кормить будем? Ну, скоро? Да, кстати, скоро будем кормить. Скоро уже будем кормить. Ну, если сейчас, скоро будем кормить, минут через 15, я думаю, что да. Да, где-то около того. И услышим песенки батутом. Ребята, нас на улицу узнают. Нет, не узнают, потому что мы еще с батутом не выходили. Кать, дай вкусняшку, я хочу сделать прикол. Что, какой? Ну, маленький, дай кусочек буквально. Я хочу, чтобы... Ага. Ну-ка. Давай, давай. Ай, 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 ай. Ну вот, не получилось. Давай, давай, да. Ну, 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 оближи все, чмокни все. Ай. Ну ладно, не получилось до конца. Ну, все в порядке? Летом будем в Москве, обязательно приедем с батутиком увидеться. Да, пожалуйста. Главное, согласовывайте это с нами. Да, потому что это... Чтобы мы об этом не в курсе. А то вы приедете, а мы работаем. Нет, мы корм разводим водичкой. Сочи, привет, спасибо большое. Малыш, он да, он сладкий. Лапки, лапки, лапки. Вот вам ласка. И он уже недоволен. Они еще пушистые, о, не пушистые, а мягкие, как у кота. Как у котенка. Вот прям как у котенка. Это, знаешь, как картина. Это, знаешь, тан-тан. Ой, там вообще трешачок был на пару мгновений. В камеру я сделал. Ну, Жан, ну нельзя так. Что? Ну, погрите, обалденные манты. Манты мне нравится. Слушай, можешь психануть? Отпуск где предлагаешь? Ну, у нас три недели. Свадебное путешествие, все дела. Погнали. Я родам России по фанатам батута. Ну что, в Казани можем задержаться на денек у родственничков, и там поехали в огрыз. Интересно, у нас ребята из Казани есть? Кто-нибудь есть из Казани, товарищи? Я бросал, растискал бабатутика. Да его... Вот мы смотрим, да, вот он на Шкоде что-нибудь сделает. И вот прям хочется ему... Ну, как его накажешь? Ну, как? Даже вот плохой мальчик не назовешь, потому что он пушистый и ласковый. Сочи рулит, нас много. Зовем ребят в гости. Сначала Питер. Я говорю, нам точно придется... Психануть... Психануть и на медовом месте поехать манты лопать. Да не, манты-то можем и здесь полопать. Мы поедем к друзьям, если на то пошло. А друзья там классные. Ребята, там компания отличная просто. Казань есть! Значит, можем остановиться! Ой, куда-то я сел нехорошо. Она не дрянет, она завлекает. Сейчас и мы... Да, вот, честно, прям рванул бы, даже не думая. Спасибо большое за отзыв. Лопать. Да, лопать только так. В Питер приезжайте. Как-нибудь, может быть. В случае, можем организовать фан-клуб. Дядя живет в Казани. Ну, он нам... Да! Так? Что у нас там в чате в этом? Нет, он ничего не пишет. Она просто абсурдает все это? Нет, просто вообще ничего не пишет. Замерло ее все слушают, да? Не, ну, он что-то появляется. Стой, 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 Я хочу... лапочки, 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 и... Ну, не, не дает он лапочки. Тиньк. Кстати, насчет автографов. Есть идея? А-а-а. Ведь гуашь-то есть, как для детей-то. Можно, короче, взять гуашку, сделать... и на этот... На лист? Не-е-е-ет. Знаешь, на почтовую такую, как этот... Марку, что ли? Да не на марку, помнишь тебе этот... Подруга-то... Открытку. И будем отправлять к открытке с... Да. Слушай, прикольная идея. Слушай, а можно же сделать открытки распечатать? Ну... Такие, какие-то с банкутом? Нет, я имею в виду, которые почтовые, чтобы прям вот не... Ну, можно сделать почтовые открытки. Заказать какие-то... Вот, и же этот, с язычком у нас, с главной фотографией, с рыбинкой. А-а-а, ну можно. Такая вот эта, с обратной стороны, с пожеланиями, и с этим... С лапкой Батутикиной. Ща, погоди. Ай-ай-ай. Конечно, на ручку. Так, как можно быть таким симпатичным? Я тоже не знаю, но посмотрите. Антон говорит, давайте еще по возможности в Днепр сгонять. В Днепр? Ну, посмотрим-посмотрим. Как можно... Так, по-туту не пригодились одеяла. Одеяла какие я просто... У него лапы мощнее, чем у Мэл. А ей так-то почти три. с фото. Не, календарь уже тема за именно хосятами онлайн, поэтому нет. Идея супер. Установите камеру, это как бы... Мимо, 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 мимо. Ну, блин, ну ты встала прям как... Я не успел ничего сделать. От Днепра до Киева недалеко. Да, там вообще и до Америки тогда ехать можно. По тундре можно побегать. Да, в тундру так отпусти собаку, не это, а потом ищи ее. Что-то батуты сегодня у нас явно не знают. Испевает клиный диадал. Что-то он дать сегодня. Можешь этот, просто, пеленку чуть-то откинуть от нее поближе сюда. Слушай, да, может поменяем вот эту пеленку? Ну, поменяй. Для чего нужно кор размачивать? Потому что сухой он немного тяжело может как бы... Ну, еще с зубами с зубами, Не, он может в принципе, да и вкуснее, когда водичка сливка, он любил подлезать за коврик. Он любит залезать под занавеску и под этот, как он называется, под лежанку. Тур хосячий по миру. так-то прям помен... Ой, Макарек, Кать, какой кадр не успел я объединила? Нет, не вижу. А я все равно на батут, а ты так раз и... Легла да, 100 часа, мыл никакая уже. Мыл усталый, хочет есть, сейчас будем всех кормить. Горный пёс, тададам, даешь тур. Ну, чтобы дать тур, нужны финансы, поэтому, может быть, когда-нибудь и соберемся. нам к вопросу, да, у нас вон стена обгрызенная, говорит, а тур-то, какой тур у нас стена обгрызена? Чё я хотела сделать? Тянку по мне? Да, мыл тоже размоченный корм кушет, мы одинаково даем. Не знаю, зачем? Чё, зачем размоченный даем? Нет. Кота зачем? Да. У него такой серьезный, у меня будет серьезный, я не могу. Так, батуткой всегда под ковер залезать. А-а, и вас покормить. Ну, не знаю. Не, ну, в принципе, можем сейчас, как раз у нас будет кулинарное шоу вечером. Прямо ближайшие, кто успеет на карбонару могут заглянуть. Как часто моете, что? Полы? Полы? Чтенько, а у нас моющего нету, так протер... Батут не надо, не лезь туда. Подальше от клетки, прямо вот на серединочку. Выражение морды кода. Мой хозяин делает какую-то фигню. Не, у него выражение мой хозяин идиот. Вот так предлагаешь делать? Да. Мы следим за всем, кто есть в социальных сетях. Следим, общаемся, переживаем за всех. Обмениваемся опытом, эмоциями и прочими прелестями. А сколько еще ехать-то? Съедите все. Десять минут можем подождать. Батону нужно срочно в Олимпийский парк Сочи. Но мы подумаем, подумаем. Как я же отреагировал первый раз на Мел? Как-как? Сделал гору. Шипел. Ночью? Нет, вечером после еды. Сейчас как раз скоро начнется. Кать, отслезь, а то батуту мы так. Давай покажем. Это, что, я пойду чайник поставлю? Да, давай. Батут, нельзя, иди сюда. Батут, батута, батута, иди сюда. Иди, 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 иди сюда, батута. Ну? Так, все, услышал, что там что-то делается. Сейчас начнутся песни. Да, все на глаз делаем, размачиваем все на глаз. Так, начинается. Шерсти всегда много. По пару раз приходится пылесосить в день. Кать, тут трое сидят у двери. Просто в ряд. Аккуратно. Они все сидят у двери. Кот. Один проскользнул. Да. Ох ты, мы опять дошли до края трансляции. Осталось 20 секунд. Сейчас, чувствую, будем перезаходить по-новому. Сели по росту. Да, как в этих как в лагерях. Кать, ну пошурши этим. Мэл, да, бывает. В принципе, можем разговаривать, но это будет как бы не очень сильно красиво. С моей стороны. У Брауни. Да, у Брауни есть новости. Они все хорошо осваиваются в новом доме. Да, мы в принципе сами рады радовать вас и пообщаться с вами очень приятно. Ялти, привет! Да прям терпеливо. Если бы. он в истеричке там вообще сейчас нервы на пределе. Батоша, пой. Пой, душа моя. У Блэки тоже все хорошо осваивается. Да нет, за ручку двери он еще не откроет. Не получится. Луганску привет, спасибо. Мы стараемся гулять, чтобы кто-то всегда оставался один дома. реклама пеленок домоседы. Впитывающие пеленки целлюрозные. 60 на 90. 30 штук. Берите. все, мне теперь деньги должны заплатить. Что-то не правда никто не платит. Увы. Нет, по части шума это самое тихое. Поверьте, когда вот уходим, бывало вообще по жести. У Блумки да, есть. У Блумки не только инстаграм есть. У Блумки есть еще две собаки. И очень любящие хозяева, которые просто офигенные люди. Сергей с Катей просто классные. Дай. Ну подожди. Ну дай одну-то. Старшую дай. Сидеть. Нет, лучше иди туда, ближе к нему. Сидеть. Нельзя, Батут, иди сюда. Иди сюда. Сидеть. Батут. Нельзя. Он не знает, на какую миску смотри. Батут. Батут. Все, успокойся. Не твоя пайка. Извиняюсь, люди. Дергает. Мел, можно? 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 Давай, разрешай. Можно? Ты подними. Давай, иди сюда. О, Господи. Батут как экскаватор. Говорят, откройте копилку с денежками. Да нет, спасибо большое, пока на этом не готовы. Воды на порцию корма все на глаз. Стараемся не делать слишком много, чтобы было все-таки корма. Чтобы не жидко было, так просто, как каша. Дайте ссылку на блумку, я так не смогу дать. Катя Ширякова. Ну, это знаете, вы, наверное, этот, мне кажется, если бы она хотел, зай, у нас паук. Черт. Да пофигу, и полз ползает. И полз. Там малкину миску, придержи немножко, чтобы она не уехала в коридор вместе с ней. Батут, да, очень быстро. Паук к деньгам, говорят. Все отлично, паукань. Разводим пауков дома. Гошу не трогайте. О, уже имя появилось. Все отлично, это к хорошему знаку. Почти блестит? Все, пошли, ребята. Все. Пойдемте. Так ради этого и стримы есть, чтобы общение вот это, чтобы отвечать на вопросы. Кстати, Кать, надо спросить, Лена Курбатова-то пришла? А я не знаю, она же хотела в 10 прийти. Мы с Батутой еще не гуляем, он еще на карантине. Батута, брысь в кухню. Так, все еще. Хаски для квартиры, есть? Да, это предвзятое отношение, что Хаски надо много места. Хаски надо много любви и внимания, в том плане, чтобы заниматься ими. А места много не надо. Незлючка пишет, что у меня в декабре жил муха, Антон. Это хорошо. Хорошо. Продолжение следует...